надо все принесли как надо и что-то все утро сидит пишет да пишет как красиво ну-ка поверни, посчитать что тут у тебя, просчитать-то можно смотри каким шрифтом пишет он можно было, я так вам просчитал бы без камеры, а вы прям пища-то, ну с камеры-то с камеры а что пишешь-то, про что? пойди какой-нибудь доклад об нас златоуста пишу вам я хотел спросить сегодня благовещение сейчас Татьяна хотела за вами заехать, отвезти дмуха так? ну вот как ты приехал сюда у тебя хоть когда-нибудь было так ну, небольшое такое затмение что зря я сюда приехал надо шторку нет, такого именно затмения не было у меня ну минуту когда-то, где-то что-то тебя тут кто-то прищемил, сказали не так ты видишь, ничего у тебя не получается ну в любом случае, если бы я какой-то момент покинул бы это место то уже с больше было у меня с тобой, чем я приехал сюда с этим, то есть в любом случае я был в выигрыше даже если вдруг бы мне пришлось сюда уехать бы уехать? понимаете? выигрыш когда у тебя, когда уехал или когда остался? еще раз объясняю давай в любом случае, если бы мне пришлось сюда уехать то я бы уехал бы с большим тем, чем сюда приехал а, вот это понял я понял я-то вот о чем когда тебе трудно было и тебя мысли-то такие бродят в голове же ты и скажешь что ж я сделал ты куда я приехал тоталитарный режим зомбирует меня с утра до вечера долбит я ко вчерашнему ролику подхожу ролик поставил маленький там 1 минута 54 секунды ты на крыше там делаешь там руберой да к тебе из Германии отовсюду подсказывают радуются да тебя там таким красавчиком называют а ты думаешь что это не лицемерит или радуется за тебя? радуются, конечно радуются эти люди, которые тебя знают как правило какой ты приехал и сколько с тобой я возился а ты все-таки считаешь я кое-что заложил в тебя или нет? ну да, конечно да ну а по отношению вот с церковной ты там перед тем как приехать говорил ходил там церковь видел там одеты как ну и разное недовольство было у меня сохранилось это все и ты ходил в священнику тебя они не слушали а ты видно что ревновал о порядке чтобы в церкви было проповедь сюда ты приехал ты подходил хоть раз к священнику или к кому-то что у вас тут такой беспорядок там не делать и женщины там в брюках или что-нибудь нет нет ты нашел то, что хотел? а вы имеете ввиду к нашему священнику или к другому? какая разница ну да конечно к нашему а там то что там то здесь везде в храмах-то бедлома к нашему нет конечно да значит ты к чему стремился там к порядку в церкви и чтобы были занятия там какой-то старосты или кто там был парень ты здесь нашел это значит тебе есть за что засыпиться да ну ладно я все от тебя выжимаю кое-что чтобы ты за углом не шоптался какие у тебя претензии вот на сегодня на благовещение ты слышал такое бывает слово недовольство как-то вот на сегодняшний день ты на бумажке мог бы написать чем ты недоволен ну в первую очередь ко мне потому что с тобой я вожаюсь так назову я тебя тут гонял как по ограде бери лестницу штурмой беги было? да было тебе не во вред это? нет нет ну видишь как тут ни один ни два раза уже я с тобой тут схватывался значит ты так а ты слышал такое что да сначала закончить написать ты можешь на бумажке чем ты недоволен что хотел бы чтобы мы по-другому были и справились кто-то ну особенно я нет не хотел не хотел а ты слышал что на благовещении такое обычное есть птичек отпускают покупают и свободу нет не слышал и ты никогда не слышал но на какой-то другой праздник может быть люди и шли в церковь и в это время вот как вербочки вот вербное воскресенье если бы могла стонать верба она бы стонала с чего они вдруг напали на меня с чего это ради они на меня напали и ломают и тащат а потом все это выбросит новый год стонут елки все где нету там хотя бы сосны рубят их речь идет о миллионах миллионах и каждый год их выбрасывают костры горят и вот этот день благовещения считается хорошо выпустить птичку на свободу но чтобы ее выпустить ее сначала надо поймать и вот кто ловит тот то что делает мы как-то ну это как у Чарльзи Чапин сынок идет утром рано пока еще в потемках и по окнам из рогатки лепит камушками а он следом идет и кричит кому окна застеклить потому что работу ему создает фронт работы открывает так вот фронт работы ну вот есть картина такая птицелова называется они лежат он щелкает как там какой-нибудь щегол птички подлетают и ловят я сам ловил жуланов ловил мы всех и выпускали ловили не выпускал я только когда у меня воробьи тут атаковали моих голубей один как-то год помню я 200 штук воробьев поймал напасть какая-то была так вот кто-то же их ловит у православных это обычая есть а того-то куда девать ну это хорошо купил выпустил на свободу а кто ловит то он как выглядит теперь наши праздники то на ком то сегодня всем радость свобода птичкам свобода а рыба то бедная как стонет в этот день утешение кошкам утешение людям ее ловят тащат у нас даже и то рыбы сколько уже да еще еще сколько принесут вот как это понимать теперь с позиции той когда все люди в раю эти твари-то звери в раю-то были вместе и рыба-то может ответить а за что на меня я всегда удивляюсь осенью от 1 сентября там или 25 августа открывает охоту разрешается и едут стрелять грощей миллионы сколько у нас грощей конца чернота небо застилает никто не стреляет у них тоже мясо есть никому ни одного выстрела не сделает бедная утка а грач может где угодно на падаль нашел клеет он кузнечика поймает побродит где-то на дерево сядет утка она только у нее болотце есть какое-то озерко море там где-то она только на воде а воды то меньше земли то здесь у нас ее там охотник скородок делает прячется там какую-то утку зеленую пустят по воде резиновую их бьют и утка могла бы сказать за что за что я вырастила деток моих и сегодня стреляют и бьют грощей то сколько какая-то справедливость она могла бы на бога возрабатывать вот я думаю так и рыба могла бы даже ропоты но ропота нет никакого все это на службе человека и бог их дал и вот и северные народы и другие карелопены они понимают что дерево одно время русские увлеклись этим оно тоже чувствует к нему подходишь с топором если она дрожит буквально в кроне своей и он подходит и говорит дерево ты не обижайся мне лодку надо делать из тебя ты дерево прости меня ты плавать по воде будешь вот стоит ей наговаривает проще но если так понимать вот так понимать то получается определенные дни и деревья стонут от людей и вся тварь воздыхает и мучается до ныне до каких пор ждет избавление сынов человеческих да в свободу славы детей божьих когда человек будет искуплен апостол Павел в послании к римлянам говорит о том о чем я говорю понятно понятно вот я с тобой то рассуждаю не зря ты все это уже знаешь так ты на бумажке можешь выказать какие недостатки там или к чему даже исправиться что тебе маленько полегче было здесь нет нет ты не обманываешь нет нет ну все что тебе сказать наказы дай ты давай дом обихаживай чтобы тебе там росло всех пчел перенеси где загораживать надо что тебе надо работать очень крепко при том твой дом дом это как для гостей приезжать будут и тут ты покажи на что ты способен Володя а между вас с Володей у тебя ладное отношение ладное так я ей говорю рыбу что покупаете все время делите на три части мы здесь одни мне тебе и не надо никуда больше лук там купили а Надежда Васильевна что ей тоже заплатить значит она для нас рыбу брала не будьте должен никому ничем кроме взаимной любви ну мне так что сказать я тебе все высказал с чем недоволен был но я каждый раз где недоволен я старался тебя сделать таким которым буду доволен так нет так где там траву убираем где там маленько не смотришь ну я тебе говорил от чего у тебя это заброшенность такая твоя была тобой не занимались и не драли тебя как сидору козу русский мужик его драть надо Петр Кармазов говорил ну ладно тогда Володя к нему к этому с Украиной есть претензии ну одна есть давай расскажи давай сегодня благовещение чтобы мы она та же самая что и у вас выражается чтобы он в ближних видел где оказать помощь то есть чтобы он это замечал за собой а то иногда он мимо проходит даже не видит что человеку помочь надо что да я ему сколько раз он как сквозняк пролетает я говорю ты вот идешь глядь глаза кверху голуби вечер почему они не залетели приди хотя бы скажи это означает там или кто-то залез к ним или враг какой-то или коршун залетел то есть он идет не видит вот это вот еще никак я не могу сделать ты хозяин мы здесь все хозяины мы все здесь одинаково одинаково иди пьем убираем ну все у меня претензии ко мне какие-нибудь выскажи говори по-хорошему говори куда ты денешься ну ладно сегодня благовещение так что простите ради Христа вы нас просите венение в уме помышления мало еще где-то сказал мне так я жду вас когда вы придете думаю придут и спросят чем занимался они Володя чем занимались тут ну я говорю чем занимался я за вас днем несколько раз молюсь вспоминаю мне хорошо с вами то есть никаких тяжести нет иногда за водой только сбегаю печку затопляю а уголь-то вы подносите уголь забрасываете вы снег бросаете вы из крыши и здесь я тут маленько только весной где приноровлюсь но все у меня на этом с Богом с Богом сейчас заедет за вами Татьяна я может даже сниму откройка как она только подойдет ее задержать надо здесь так подожди сейчас откройка посмотрим там не приехал кто-нибудь ну-ка нет это мимо идет машина но она где-то уже недалеко вот-вот должна приехать я видел как ты мусор сел как почтовый в ящике копался все выключай ааа